Добрый день, уважаемые телезрители! Вы передневные новости в студии Саулем Бесималиева. Уральские врачи решили всерьез взяться за мужское здоровье. Мужчины трудоспособного возраста все чаще болеют простатитом, сердечно-сосудистыми и урологическими заболеваниями. На базе областной клинической больницы более 150 представителей сильного пола получили консультации медицинских специалистов. Мероприятие областной клинической больницы назвали школой мужского здоровья. Это неудивительно. Именно представители сильной половины человечества живут меньше женщин. Виной тому называют стрессу, злоупотребление алкоголем и сигаретами, малоподвижный образ жизни. Врач-уролог отмечает, что простатит влияет на качество жизни не меньше, чем другие серьезные заболевания. Мужчины перед этим предварительно были все обследованы. Проведено исследование тестостерона. Сдали они кровь из вены, биохимические исследования. Прошли УЗИ-обследование. И сегодня в областной больнице на базе консультативной поликлиники на приеме у врачей урологов, кардиологов, эндокринологов, мужчинам эти обследованные проходят консультативное обследование. Сами мужчины такому вниманию только рады. Заботиться о своем здоровье нужно, уверены они. Но только в наш век на это не хватает времени. Ну желательно бы такие мероприятия почаще. Врачи приезжали, почаще осматривали, потому что людям некогда ходить по врачам. Потом у врачей же одни очереди. А здесь, видите, заранее предупредили. Мы анализы все прошли. Сейчас хотим посмотрим. Медосмотр пойти. Подобные скрининговые обследования помогают выявлять различные болячки уже на ранней стадии. И сразу же начинать их лечить. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Безопасная дорога. С 28 мая в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие под таким названием. Особое внимание полицейские обратят на водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, превышающих скоростной режим и нарушающих правила маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Совместно с местными исполнительными органами, представителями транспортных организаций проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями общественного транспорта и в особенности такси. За 4 месяца 2014 года в областном центре зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, при которых 2 человека погибли. 52 человека получили травмы различной степени. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снижение числа дорожно-транспортных происшествий составил 46%. По количеству погибших при дорожно-транспортных происшествии снижение идет на 78% и снижение по количеству раненых – снижение на 50%. На путепроводе в районе автопарка жители не могут беспрепятственно пройти по пешеходной зоне моста. В некоторых местах она отсутствует. Когда восстановят дорожку и как переходят жители города мост, узнала Анна Мордвинчева. Несколько недель назад размыло насыпь на пешеходной дорожке моста. Жителям города тяжело преодолевать этот участок дороги, и им приходится выходить на проезжую часть. Данный вопрос находится на контроле отдела. На данный путепровод был осуществлен комиссионный выезд с представителями эксплуатирующей организации, также балансы держателей инженерных сетей. На данный момент участки, где произошло размытие, ограждены для безопасности пешеходов. Данный вопрос рассматривается, и вот эти все размытия будут устранены и восстановлены. Приблизительно в какие сроки? Сроки, в месячный срок. Под мостом находятся железнодорожные пути, поэтому проходить этот участок дороги небезопасно. Тем более, что тротуарной дорожки там нет. Жители уже протоптали обходную дорогу, но люди преклонного возраста, ни мамы с колясками там не пройдут. Я за день хожу три раза по мосту. Это очень неудобно, ведь такие ямы с обоих сторон дороги. Это очень опасно, особенно для детей. Нужно срочно ремонтировать эти участки. Также на данный момент отделом ЖКХ разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого моста. Может, в скором времени его обновят полностью. А пока жители города, переходящие дорогу по этому мосту, должны быть очень внимательны и бдительны при переходе этих участков. С начала пожароопасного периода количество степных пожаров резко увеличилось. Уже зарегистрировано 74 возгорания сухой травы. Только за эти выходные было 8 случаев выезда спасателей. Основная доля пришлась на областной центр, а также Зеленовский, Деректинский и Бурлинский районы. Также самый значительный был зарегистрированный и в Буке и Ординском районе. Основной причиной специалисты называют человеческий фактор. Неконтролируемый отжиг, разбрасывание мусора, окурков, разбитые стекла. Все это у нас влияет на все. Температурный режим на данный момент сохраняется еще высоким. Поэтому обратиться хотелось бы к населению, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности. Тем более на данный момент уже идет тополинный пух. Дети уже после школы на отдыхе уделяли больше внимания на соблюдение правил пожарной безопасности. Концерт по случаю приближающегося праздника. Совсем скоро мы отпразднуем самый светлый и добрый праздник для самых маленьких. Международный день защиты детей из года в год отмечается очень весело и красочно. Вот и сегодня наша съемочная группа побывала на мероприятии, приуроченном этому дню. Биби Гультаужанова с подробностями. Цветы, шары, красочные ленты. Мероприятия для самых маленьких всегда проходят очень весело и ярко. Вот и сегодня ребята в предвкушении. Ведь такие праздники всегда оставляют кучу позитивных эмоций, улыбок, ну и, конечно, подарков и сладостей. У меня сюда ходит дочка Екатерина. 2010 года, февраля месяца. Уже 4 года сюда ходим. Нам здесь очень нравится, потому что здесь дети, с детьми общаются, во-первых. Во-вторых, это очень большое спасибо, что такое учреждение открыли, что родители могут работать. В дневном стационаре обслуживается 56 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Большой коллектив центра позволяет всесторонне подходить к обучению и воспитанию ребят. С детьми занимаются дефектологи, логопеды. Есть массажный кабинет. Главная цель сегодняшнего мероприятия, отмечают организаторы, – подарить детям хорошее настроение. Пребывание в нашем центре позволяет родителям оставлять детишек на целый день. Это очень удобно. Они могут ходить на работу и заниматься своими делами. Организовано питание. И с года в год мы стараемся проводить подобные праздники. И в этом нам помогают спонсоры. Вот и сегодня для наших воспитанников мы подготовили подарки. И всё же главным для наших детей остаётся внимание и забота взрослых. Ведь только огромное любящее сердце способно подарить самые радостные и незабываемые мгновения. Биби Гульта Ужанова, Алтымбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующем выпуске.